На мне течет несколько кровей. И польская, и армянская, и русская. По линии мамы мои предки были военными моряками. Хотелось бы поточнее, поподробнее об этом узнать. А по линии папы мой дедушка Макартич Арсенович владел буквально всеми музыкальными инструментами, не зная нотной грамоты. Как вам не празднуется армянский круг сейчас. Пойду на сцену играть. Армянина, акупы, байны. Дмитрий Харатьян. Народный артист России. Главный гардемарин отечественного кино. После дебюта в фильме «Розыгрыш» школьник Харатьян стал кумиром всего женского населения страны и остается им до сих пор. Родился в 1960 году в Узбекистане. Сын Вадима Харатьяна и Светланы Тизенко. Женат. Твои детей. Александра и Иван. Лана Олеговна Тизем. Инженер. Больше 10 лет была депутатом Городского совета народных депутатов подмосковного города Красногорск. Родилась в Архангельской области в 1935 году. Дочь Олега Тизенко и Анастасии Крещук. Мама Дмитрия Харатьяна. Вадим Критичевич Харатьян. Кандидат технических наук. Родился в Узбекистане в 1935 году. Сын Критича Харатьяна и Клавдии Заплаткиной. Папа Дмитрия Харатьяна. Вот расскажи, пожалуйста, про маму. Про Клавдию Ивановну. Вот так. Потому что, кроме того, что она Заплаткина и из Брянска, я мало что знаю. Моя мама, она была очень хорошей ученицей, гимназисткой. И особенно успешно она училась по литературе и русскому языку. Клавдия Ивановна Заплаткина. Родилась в Брянской губернии в 1905 году. Дочь Ивана Заплаткина и Александра Григорьевой. Мама Вадима Харатьяна. Бабушка Дмитрия Харатьяна. Юная стенографистка Клавдия покорила сердце пылкого армянина. И вскоре молодые люди поженились и уехали в Ташкент, где в то время жили мама и сестры Мритича Харатьяна. Вот таким он познакомился с моей мамой, с моей бабушкой. Славдия Ивановна. Вот в таком примерно облеченном. Брутальном таком состоянии. Брутал. Горящий глаз, бородка, клинышка. Волосы напрямую проборку. Мгартич Арсенович Харатьян. Обладал абсолютным слухом. В пять лет уже хорошо играл на гитаре. Именно ему обязан своими музыкальными способностями Дмитрий. Родился в Красноводске в 1904 году. Сын Арсена Харатьяна и Марьям Харатьян. Отец Вадима Харатьяна, дедушка Дмитрий. Трагические события, которые произошли в Коканзе при захвате власти узбекскими националистами, происходили так, что погибли два наших предка сразу. Это мой прадед и мой дед. А в какие причинки не слышишь? Когда ворвалась разъединенная толпа националистов во двор, где они жили, тут же, значит, порубили моего прадеда. Затем убили деда на открытой веранде этого дома. И хотели убить моего отца. Он туда был юноша, ему было порядка 14 лет. Значит, они его поставили на колени в середине двора и хотели совершить свое действие. Но соседом у моих предков был Мула. Он услышал женские крики. Из любопытства залез, надувал на забор. Видел такую картину, что собирается убить ребенка. Он перелез через забор и встал рядом с ним на колени, и стал молить, чтобы те не брали на себя грех. И они отступились. Толпа отступилась и не порубила моего отца. То есть он спас его? Таким образом, да. Таким образом род продолжился. И вот этому мы обязаны. Ты понял, Ваня? Да. Этим мы обязаны этому Мулу. Вот если бы это тогда не произошло, и Мулан не спас деда, и нас бы не было. Отца твоего деда, моего прадеда, твоего прапрадеда, то мы бы с тобой на свет не появились. На следующий день после тех страшных событий по совету Муллы прабабушка Дмитрия вместе с детьми села в поезд и уехала в Ташкент. Так на много десятилетий домом армян-харатьянов стала столица Узбекистана. Однако корни этой ветви стоит все же поискать в Армении, в городе Мегри, откуда родом прадед Дмитрия, Арсен Харатьян. Возможно, там и сегодня живут потомки этого древнего рода. Мегри в переводе с армянского «мёд». Маленький город со сладким названием на самом юге Армении. Местные жители уверяют, что в город раньше всех приходит весна, и позже всех осень уступает место зиме. После страшных событий в Коккенде никто из харатьянов не приезжал в эти края. И вот спустя сто лет Дмитрий впервые оказывается на родине предков своего отца. Пора взять. Здравствуйте. Вы не подскажете, Харатьянов дом где здесь? Геннадцинка, я понял. Прямо. Прямо. Спасибо. Шнура калычу. Здрасте, дети, здрасте. Здрасте. А вы не подскажете, где Харатьяна жил, где их дом? Знаете? Харатьяны Тун Вортера. Там? Да. Туда? Да. Налево волчу, да? Спасибо большое. Шнура калычу. От своего отца Дмитрий знает всего несколько слов на армянском языке. Он никогда не думал, что они ему пригодятся. Но здесь, в Мегре, он особенно остро ощущает всю музыкальность и красоту армянской речи. И с наслаждением говорит на языке предков. А вы не подскажете, где тут Харатьяны живут, а? Прямо и направо, да? Спасибо большое. Поговорив с местными жителями, Дмитрий узнает, что здесь живут его дальние родственники, которых Харатьян никогда раньше не видел. И, побродив по извилистым улочкам, он вскоре находит нужный дом. Здравствуйте. Здравствуйте. Харатьяны? Харатьяны. Ничего себе. Как вас зовут? Здравствуйте, Армен. А меня отмечают. Я вас знаю. Пап, смотри, кто приехал. Здравствуйте, родичи. Привет. Родственники. Ну что, спасибо. Прямо в родовое гнездо приехал. Нерсес Харатьян и его сын Армен бережно хранят историю своего рода. И хотя многие Харатьяны из Мегре уже давно разбрелись по свету, коренные жители стараются никого не забывать и не потерять. Вот генеалогическое дерево мы как-то доставали сами, да, вот, переписывали все, пытались как-то все уточнить. Вот идут вот эти шесть братьев. Вот что мы знаем? Мы знаем вот это, да, как бы начальники рода, гулян и гули, вот от них шесть было мальчиков, шести мальчиков, братьев эти. Вот такая разрослась огромная ветвь, да, в этом древе, в генеалогическом древе нашего рода. Угу. Известного рода. Очень известного рода. Дмитрия всегда интересовало, что означает его фамилия. В некоторых источниках он находил толкование, что Харат в переводе с армянского – токарь или слесарь. По другой версии фамилия Харатьян изначально звучала как Карапетян, а Карапет на армянском означает Иоанн Креститель. Но на родине его предков происхождение фамилии Харатьян трактуют иначе. Ну, ты сказал. А что он вам сказал, дед? Значит, наш известный народ был, и все, ну, богатые люди, все приехали к ним, это самое, советоваться. По армянски, пойдем, храм получиться. Харат, мол, совет, советоваться. Сказал, что он отец его. По армянски, совет. А, совет. Суть фамилии Харатьян – дающий совет. Харатьяны просто. Дело в том, что в нашей лаборатории, если тут нету, они были образованные люди. Спасибо. А вот со стадиками мы разговаривали, если чего, что. Если что, надо дать хороший совет и идти к Харатьяну. До этого момента вообще даже не представлял себе, что, оказывается, существует еще и такой смысл фамилии. И, может быть, самый главный. И здесь я его нашел и обрел. Вот здесь, в Мегрине, именно здесь, на родине предков. И в этом тоже есть какой-то знак. Да. Гнездо. Ох, ничего себе. Это ваш сад? Да. Это хурма? Да, хурма, королек. Королек называется? Здорово. А что еще растет? Где инжир? А, вот это инжир. Виноград. Виноград. Ага, точно, точно. Здорово. Говорят, здесь самые сладкие фрукты. Вот на юге, в Негри, да? Сладкие, потом мес сладкий. Вот, это что? Как раз граната. О, это подарок по-армянски. Это... Сейчас попробуем. Сейчас, сейчас. О! Получилось, смотри. Вот он. Цвет граната настоящий. Родина, здравствуй. Родина предков. Хорошо я себя здесь чувствую, так, знаете? И дышится легко, и свободно. Как-то... Такие ощущения, как будто я здесь собрались. Ну, видимо, это гены крови. Нерсес Айрман предлагает Дмитрию посетить старинное кладбище в Мегри, где находятся могилы их общих предков. Ну, это совсем древнее кладбище. Я смотрю, такие плиты старые. Очень, очень. Да? Да, очень. Вы пришли? Да. Здесь? Это прадед Нерсес Харатьян. Нерсес Харатьян. Нерсес Харатьян. Это значит, он кем мне приходится? Наш прадед, брат прадеда вашего. Брат Арсена, моего прадеда. Он родной его брат. Да. Нерсес. Да. Значит, он мой двоюродный прадед, можно так сказать. Как это важно поклониться могилам своих предков. Покой такой здесь. Тишина. Горы кругом. Нерсес и Армен рассказывают знаменитому родственнику, что много лет назад их предкам принадлежал самый большой дом в Мегри. После революции дом отобрали. И от бывшего родового гнезда Харатьянов остался только адрес и табличка с номером. Вот этот дом принадлежал раньше Харатьянов. Да. То есть, это старинный дом был. Здоровый домин, оказывается. Здоровый домин. Ой, смотри-ка. Очень большой дом. Широкий. Номер один? Был, да. То есть, это дом номер один в Мегри. Это дом Харатьянов? Получается, что... Слушай, ну надо же. Это прямо он так и раньше так был? Да-да, всегда-всегда. Не тронулся. Ва! До родного дома. Большая семья была, да? Сколько человек? Да, шесть братьев и там по нескольку сыновей все. То есть, все разъехали. Там в Ереван, в Тбилиси, в Узбекистан, в Кирилл, в Амакан. У нас тоже в Армении. Здесь остался один брат. Шесть братьев. То есть, это вот такой вот клан Харатьянов. Клан Харатьян. Клан Харатьян. Здесь есть. Парам здесь. Парам здесь. Парам здесь. Парам здесь. Это, можно сказать, в родовое поместье входило. Сто лет назад этот дом принадлежал семье Харатьянов. Сегодня это дворец культуры, в котором в честь приезда знаменитого земляка звучит армянская музыка. На смену зажигательным ритмам Качари и Шалахо приходит лиричный и трогательный дуды-дук. Что же, вот я и прикоснулся к моим армянским корням по отцовской линии и узнал очень много нового. Во-первых, что мои предки родом из Мегри, что в переводе означает медовый. А также я узнал, что помимо того, что семья Харатьянов занималась предпринимательством и у них был свой торговый дом Торон, в котором они продавали товары, они сами еще и производили вино, микроотзора, что в переводе означает медовое ущелье, собственно, в котором и находится этот город Мегри. А также я узнал новое значение фамилии Харатьян. А вот вторая ветвь по маминой линии, она находится в другой части света. Если здесь юг, самый юг Армении, Мегри, то моя мама и ее предки проживали в Санкт-Петербурге. И это совсем другой полюс, как вы понимаете. Видите, как во мне переплелось. И такая полярность, и плюс, и минус, и юг, и север, и лед, и пламя.